Автомобили могут подорожать в Казахстане до 17%. Такой прогноз озвучили аналитики Freedom Finance Global. Одна из причин снижения базовой ставки. То есть кредиты стали еще доступнее. Значит, это породит новую волну спроса на авто. А это, в свою очередь, неизбежно повлечет повышение стоимости. Эксперты говорят, цены могут вырасти. Такой вариант не исключен. Но серьезных предпосылок для этого сейчас нет. Более того, Казахстан наращивает собственное производство. По предварительным данным в 2023 в стране произвели почти 150 тысяч транспортных средств всех типов и на 30% больше показателей предыдущего года. Что касается перспектив казахстанского автомобильного рынка в 2024 году, опять же, с оговоркой на то, что мировой рынок и казахстанский рынок не столкнутся с различного рода внешними шоками. Цены будут оставаться стабильными. Возможно, в некоторых сегментах будет индексация как в положительную, так и в отрицательную сторону. Это нормально в связи с тем, что, во-первых, обновляются модельные линейки некоторых брендов, ну и, во-вторых, у некоторых дилеров возникают, скажем так, реальные предпосылки для того, чтобы обновлять свои склады. В Минске стартовала стажировка для будущих врачей из Санкт-Петербурга. Студенты приехали учиться в главный медицинский вуз страны по обмену. Это возможность получить новый опыт, несмотря на то, что подходы в лечении в Беларуси и России схожи. Стажировка длится две недели. В программе у студентов из Петербурга – посещение нескольких туповых больниц в центре Минска. Слушают они и лекции. Преподаватели проверяют уровень знаний без всяких поблажек. Всего в Минском медицинском университете учатся более двух тысяч иностранцев. Такое образование выбирают абитуриенты из стран СНГ, Китая, Ближнего Востока, Западной Европы и Африки. Вузи уверены, что все из-за привлекательного соотношения цены и качества. Уже на протяжении десяти лет у нас такие академические обмены, причем не только обмены студентами, но и обмены профессорско-преподавательскими составами, включая и научные разработки совместные, чтение лекций. У нас свыше 50 соглашений о сотрудничестве с российскими медицинскими университетами. Эскалация напряженности в Красном море оказала влияние на глобальной цепочке поставок. Об этом сообщила морская консалтинговая компания. Общий объем перевозимых грузов снизился почти на 60 процентов. Это до 49 транзитных рейсов контейнеровозов в сутки. 10 процентов компаний приостановили перевозки в Красном море на неопределенный срок. Среди них компания Shell и Кадар Энерджи. Отметим, что падение трафика происходит на фоне роста атак хуситов на суда в Красном море. С прошлого года они атаковали почти 30 торговых кораблей. В Италии ввели штрафы до 60 тысяч евро за порчу памятников. Таким образом, власти решили бороться со случаями вандализма, которые участились в последнее время. Объекты культуры обливают красками экоактивисты, так они хотят привлечь внимание к проблемам изменения климата. Штрафовать будут и туристов, которые любят оставлять надписи на достопримечательностях.